В России планируют создать принципиально новую систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Каким должен быть правильный уход? Кто его должен осуществлять? И есть ли подобный опыт в нашей стране? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Оно прошло на базе Центра активного долголетия в Малаховке. Здесь все соблюдено таким образом, что люди могут и заниматься, и смотреть. И главное, что они притягивают других людей. Смотрите, мне было тяжело, а я могу. Место, где немобильные пациенты могут ощущать этот мир наравне с другими, где пожилой человек находится в социуме. Центр активного долголетия в Малаховке – это пример того, как в совокупности должны взаимодействовать медицинская и социальная сферы. Как должен осуществляться уход за старшим поколением? Это центр, который, в общем-то, находится в подчинении Министерства социального развития. То есть социальный, с одной стороны. С другой стороны, здесь много медицины вокруг пожилых людей. И внутри этого центра это все работает бесшовно. Мы помогаем этим людям повышать качество жизни. То есть здесь есть люди, которые, допустим, маломобильные, и они не лежат здесь в кровати. А мы их вывозим, они участвуют во всех активностях наравне с другими жителями нашего комплекса. Центр гериатрического ухода и реабилитации Малаховка – один из пилотных проектов, где обкатываются международные практики в этом направлении. И этот опыт нужно использовать по всей России. Однако пока только частные организации могут позволить себе такой уровень. Это во время своего визита отметила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Мы увеличиваем продолжительность жизни, и это неизменно ведет к изменению нашей медицины. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы организовать уход за людьми старшего возраста, как в государственном секторе, так и на основе частного государственного партнерства. Вот конкретно этот пример представляет для нас особую важность. Уход за старшим поколением – это не просто доброта и забота, это серьезная профессия. Об этом говорили на заседании Совета при правительстве России. Также участники встречи решали вопросы заимствования лучших достижений в этой отрасли, а также обсудили меры, благодаря которым даже такой современный уровень ухода за пожилыми людьми станет более доступным для всех граждан нашей страны. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok